Ну вот, знаю малую теорему Ферма, правда только одно доказательство, я обещал 4, со временем и остальные приведу. Но я хочу, мне прям не терпится из нее вывести очень важную вещь, которая лежит на пути к уравнению n равно x квадрат плюс y квадрат. А вот, поэтому я себе позволю вот сейчас это сделать, а уже потом я и другие доказательства, значит, малую теорему Ферма приведу. Ну еще, конечно, да, у нас уже 50 почти сюжетов и еще не было никакой геометрии, но я вам обещаю, терпение, оно обязательно будет. Геометрии будет много, к геометрии мы будем то и дело возвращаться. То есть пока еще немножко потерпите, будет такая жесткая алгебра. Значит, итак, что мы получили? Что Вот в этой вот системе остатков Каждый А От единицы До p-1 Удовлетворяет Тождеству А в п-1 равно 1 То есть Является корнем Многочлена Х в п-1 Х в п-1 минус 1 Ура! А знаете, почему ура? Потому что это означает, что в поле З по п-1 З по п-1 У многочлена Ровно п-1 Степени Степени конкретного многочлена Степени конкретного многочлена Вот этого вот многочлена Ровно П-1 корни А именно вообще все абсолютно элементы этого поля Отличные от нуля Отсюда Следствие теоремы Безу Помните, следствие из Теоремы Безу Выводится Потрясающий по силе результат Что Х П-1 Минус 1 Равен Произведению Всех линейных членов От первого до последнего Вот так вот Равен, естественно, по модулю П Но тут надо опять понять Что значит здесь равенство Что такое равенство многочленов Значит я перемножаю их по правилу Перемножения многочленов И получаю тот многочлен Который стоит слева Прямо коэффициент Как то есть тот же самый Значит все коэффициенты те же самые А что значит те же самые Это означает, что Коэффициенты при всех степенях х Кроме п-1 и нулевой Равны нулю А равны нулю значит делится на п Ну а при первой степени равен минус единице Я думаю, что вам Доставит удовольствие Это проверить при некоторых Конкретных значениях Просто на Какой-нибудь программе математика Вот берете Скажем Пять Ну три совсем просто Берем пять П равно пять Что утверждается Для п равно пять Что х четвертый минус один Равно х минус один На х минус два На х минус три На х минус четыре Естественно по модулю пять Ну раскроете И проверьте просто Что все коэффициенты будут на пять делиться Далее утверждается, что х шестой минус один Равно х минус один На х минус два На х минус три На х минус четыре На х минус пять На х минус шесть Опять же, это все не просто так А по модулю семи То есть это означает, что если вы посмотрите Вот, например, коэффициент при х кубе Тут очень много разных членов Их столько Сколько троек Среди шести элементов Но комбинаторику мы, наверное Я вообще, конечно, предполагаю Что комбинаторику Как-то отдельно Не, ну мы изучим комбинаторику Я вам обещаю Беноминальные коэффициенты мы с вами посмотрим Вот И будете знать, что цей с шести по три Да, сколькими способами можно взять три Скобки из этих шести Задаются некоторые очень красивые формулы Там шесть факториала делить на три факториала в квадрате Ну, в общем, если вы все эти вот Переберете все эти цей с шести по три варианта И составите коэффициент при х кубе То у вас получится число, которое делится на семь внезапно Вот обязательно В силу того, что мы уже доказали Мы доказали, что это должно быть обязательно Ну и дальше вы Ну, я не знаю, если вам совсем уж не в лом Вы можете взять следующее простое число Одиннадцать И раскрыть У вас десять, два Тысяча двадцать четыре будет Слагаемо, когда вы все раскроете Вот здесь скобки, да Ну, потом приведете подобные Вот И получится, что По модулю одиннадцати Вот это все произведение Можете в математике раскрыть в пакете каком-нибудь Все вообще Коэффициенты делятся на одиннадцать Вот прямо вот все как на подбор Ну и как бы Дальше проверять уже будет тяжело Ну, например, х степенью 2016 Минус один Несомненно Равно х минус один на х минус два И так далее На х минус 2016 По модулю 2017 Вот такая петрушка, блин Вот такая крутизна А вот А я хочу из этого извлечь Важный для себя в дальнейшем вывод Я знаю, к чему я иду Я же знаю, что мы хотим потом Я знаю, к чему я вас веду Вам придется пока поверить Что мы идем куда надо Смотрите Вот Давайте посмотрим на все эти Строчки Одну с другой Минус один Это Свободный член И он должен равняться Свободному члену произведения Но свободный член произведения Получается только как произведение Свободных членов Во всех остальных случаях Вылезает Какой-то х Ну Все простые Начиная с тройки Ну а двойка нам неинтересна Все простые Начиная с тройки Нечетные Поэтому здесь Нечетное количество минусов И можно их заменить На плюсы Значит Вот это происходит По модулю 5 Далее Здесь тоже Здесь 6 штук Поэтому Минус 1 Равен Минус 1 На минус 2 На минус 3 На минус 4 На минус 5 На минус 6 Равно 6 факториал Мод 7 Ну неверующие Фомы Могут посмотреть Что такое 4 факториал 24 Плюс 1 25 Делится на 5 Ну делится 6 факториал Что такое 720 Все еще можно вычислить 721 делится на 7 Ну просто прямо вот явно видно 700 это 100 21 это 3 Значит 103 получается При делении Ну и Последнее Значит Означает что минус 1 Равно Ну опять же Тут 10 штук будет В общем 10 факториал По модулю 11 Ну это уже как бы 10 факториал Это уже 3 миллиарда С лишним Ну вряд ли Имеет смысл проверять Но факт тот Что Мы можем здесь написать И так далее Получаем Что бы вы думали Теорему Уилсона Уилсона Теорема Теорема Вильсона Для любого простого P P-1 факториал Плюс 1 Делится на P Все равно Минус 1 По модулю P Вот такая вот Супертеорема Которую мы уже строго доказали Исходя из Алгебры и арифметики Многочленов И сравнения коэффициентов Вот Замечу что это полная Характеризация простых чисел Потому что Если 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 P Не Является Простым То Ну давайте посмотрим Что Давайте кстати Это интересное исследование Значит Пусть P не простой Тогда P на что-то делится Значит P равно AB Правильно? А умножить на B Но тогда Значит Тогда Если А и B Если существует Такое разложение Произведения Двух разных А и B Да Если P равно AB И AB Разные То тогда В произведении В P-1 факториал Вот Давайте выпишем P-1 факториал Вот он Где-то стоит А А где-то стоит B И это уже 0 По модулю P Ну У нас P Вообще всегда Простое Да Давайте Чтобы Вот так сделаем M Да Вот По модулю M То есть Если мы вместо Простого числа Рассмотрели Произвольное Которое является Произведением Ну не простое Просто наоборот Не простое Оно Является произведением Каких-то двух чисел Если бы эти числа Были разные То есть Если можно было бы Представить Это наше M В произведении Двух разных чисел Мы сразу бы получили Что P-1 факториал Равен нулю По модуле M Сразу Мгновенно А если Не существует Разложение M Вот в такой вид При разных А и B Но M Не простое То единственный вариант Вариант Это M Это M Это M Которое равно P-квадрат При простом P Ну в самом деле Просто посмотрите Сами Как иначе Если Какое-то другое Разложение В произведении Простых Не P-квадрат Либо есть два разных Простых Тогда уже все В соответствующей степени Этих двух простых То есть На две группы Можно разбить И будет А и B Различные Если же нет разных Простых А есть просто P в кубе Например То уже P на P-квадрат Поэтому Единственный вариант Когда мы не можем Найти такого разложения И установить Что P-1 факториал Делится на M M-1 факториал Делится на M Это вариант Когда M равно P-квадрат Но При P Больше или равно 3 Тоже Тоже Ноль Тоже ноль Тоже ноль Ну потому что 1 на 2 На P На 2P Видите, да? Ну и на 3P-1 Ну Дальше Если P Строго больше 3 Еще много чего Но в любом случае Если P Больше или равно 3 Мы уже отловили Два разных Которые тоже В произведении делятся На P-квадрат То есть на M То есть тоже ноль По модуле M И единственный вариант Когда это не так Вот это вот значок Единственность Да? Восклицательный знак Иногда он факториал Значает Иногда единственность Единственный Вариант Когда Это не так Это M Равно Дважды 2 То есть 4 Ну и в самом деле Это в этом случае не так Вот 4 минус 1 Вкатериал Равно 1 Эжды 2 Эжды 3 Равно 6 Равно 2 Мод 4 Вот Значит Итак У нас получилась Усиленная форма Теоремы Вилсона Вот Усиленная Форма Теоремы Вилсона Вилсона Если P Простое Большие двойки То Ну кстати Равные двойки тоже 2 минус 1 Факториал Это 1 А Больше равно двойки Нормально Любое Любое простое Если P Любое простое То P минус 1 Факториал Равно минус 1 По модулю P Ну для двойки Просто особым образом Это надо специально проверить Что 1 равна минус 1 По модулю 2 Ну очевидно Да Вот Если M Значит P Равно M Непростое То При M равно 4 M минус 1 Факториал Равно 2 Мод M То есть мод 4 При M Не равно 4 M Минус 1 Факториал Равно 0 Мод M То есть у нас получается такой тест на простоту Правда очень сложно и очень долго умножать То есть вы умножаете От 1 до P Минус 1 Все числа друг на друга Если получается число Которое при прибавлении 1 Делится на P Значит исходное P Было простым Но это Бесконечно сложный способ проверки простоты Есть миллион способов проверить это короче Вот так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...